Владельцам автомобилей могут запретить участвовать в программе льгутного кредитования. Этот вопрос сейчас на рассмотрении пока не утвержден, заявил в кулуарах правительства глава Мининдустрии. Раньше при одобрении заявки на это не обращали внимания. Пересмотрят еще несколько условий программы. В частности, ведомство планирует сделать обязательным первоначальный взнос в размере 10-15% от стоимости машины и установить порог по заработной плате, чтобы сделать программу более доступной. Для еще более прозрачной картины список тех, кому одобрили заявки на автокредитование, сделают публично. Кроме того, из ряда доступных могут исключить некоторые модели машин. Сейчас револьверные ежемесячно примерно миллиард тенге возвращаются. Это средств хватит на 100 машин. Теперь для того, чтобы мы предусматриваем такой механизм, что будем механизм допускать после того, как средства будет достаточно примерно на 500 машин. То есть это 5 миллиардов и выше. Сейчас револьверные есть 4 миллиарда. В течение месяца еще миллиард соберем, потом еще раз объявим программу. Сейчас механизм работает абсолютно прозрачно, в онлайн формате, без человеческого участия. Это на сегодняшний день самый прозрачный механизм. С 1 мая 2023 года цена на электроэнергию для населения Кыргызстана повысилась до 1 сома. Согласно решению Кабинета министров, при потреблении электроэнергии свыше 700 киловатт-часов тариф сохранится на прежнем уровне. Тариф для нуждающихся семей и граждан сохранится на уровне 50 тыинов за 1 киловатт-час. Существующий тариф для населения без ограничения мощности, без лимита, снижен до 3,28 сома за киловатт-час. Соответствующее постановление подписал глава Кабинета министров. Согласно документу, при потреблении свыше 700 киловатт действующий тариф 2 сома 16 ин сохранится. А также для населения, которые желают использовать электроэнергию без ограничения мощности и объемов, тариф для них снижен до 3 сома 28 тыин вместо 5 сомов 0,4 тыин. Наша энергетическая отрасль в целом в настоящее время характеризуется дефицитом мощности, как мы до этого говорили. Эти мероприятия направлены на покрытие текущих необходимых для энергетиков затрат для проведения полноценных ремонтов, модернизаций, реконструкций электрооборудований. Инфляция Инфляция в еврозоне в апреле вновь выросла. Такие данные опубликовал Евростат. За минувший месяц она увеличилась и достигла 7%. Большая часть роста вновь пришлась на продукты питания. Правда, базовая инфляция, без учета энергоносителей, продуктов, табака и алкоголя, снизилась до 5,6%. Больше других пострадали страны Балтии и Словакия, где инфляция выражается удовозначенными числами. В Эстонии 15%. При этом в Люксембурге рост цен составил меньше 3%. В Бельгии и на Кипре чуть больше 3%. Эти данные оказались хуже, чем ожидали аналитики, которые надеялись на стабилизацию цен. Эксперты не исключают, что происходящее вновь заставит Евроцентробанк повысить процентные ставки. В Австралии запретят продажу одноразовых вейпов. Также планируется ограничить вкусы и цвета и снизить доступные уровни никотина. По новым правилам вейпы должны будут иметь упаковку фармацевтического типа. Изначально устройства для вдыхания пара пропагандировали как безопасную альтернативу к привычным никотиновым сигаретам. Однако по факту они превратились в инструмент привлечения новых курильщиков, заявил министр здравоохранения Австралии. В большинстве стран Европы использование вейпов разрешено, но не в общественных местах. Исключением являются Дания и Норвегия. В Дании действуют полный запрет на электронные сигареты, а в Норвегии на употребление жидкости для вейпа, содержащих никотин. Крупные табачные компании взяли еще один вызывающий привыкание продукт, завернули его в блестящую упаковку, добавили сладких ароматизаторов, чтобы создать новое поколение, зависимое от никотина. Этот продукт продается наравне с леденцами и шоколадными батончиками. Вейпинг стал поведенческой проблемой номер один в средних школах. И он уже широко распространен в начальных школах. Субтитры создавал DimaTorzok